Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, первое, что хочу сказать, это, наверное, то, что, как и мои коллеги, я хочу сказать, что самостоятельно с помощью техник вам эту работу не сделать. Потому что, ну, существует техника неоправленных писем, может ее попробовать, существует техника амортизации, вот, правда, она используется в других условиях, да, вот, можно говорить о прощении, но практически любая, практически любая техника, она не работает без помощи. И то, что вы спрашиваете именно технику, то есть хотите механически к этому вопросу подойти, навевает нам мысль о том, что, в действительности, от этой обиды, которая у вас есть на вашего отца, вы избавиться не хотите. Ну, может быть, хотите, но боитесь. Первый вопрос, который я хочу вам задать, почему именно вы хотите технику, но не хотите поработать со специалистом и решить свои проблемы постепенно, по шагу, по этапу. Это первое. Второе. Для чего вам обида? Необходимо найти вторичную выгоду, которую вы получаете от того, что обещаетесь на своего отца. Возможно, это какая-то специфическая модель поведения, возможно, это какие-то специфические эмоции, которые вы себе позволяют, возможно, это что-то еще. Ну, правда заключается в том, что вторичная выгода существует, ее нужно увидеть, ее нужно, ну, как бы, осознать. Осознать и, соответственно, что-то уже тогда с ней делать с этой выгодой. Ну, например, выгода может быть в том, что вы хотите, в том, что вам нужно, да? И, соответственно, это что-то вам нужно получать другим способом для себя. Ну, короче, тут есть нюансы. Следующее. Ну, все, я хочу обратить ваше внимание. Обида. Чувство. Чувство. Обид. Чувство достаточно непросто. С одной стороны, обида – это некие желания, некие ожидания чего-то. за что мы перекладываем ответственность на других людей. В частности, вы приложили ответственность за свое спокойствие, за свою, как вы думаете, может быть, гармоничность на своего отца. Это первое. Второе. Обида. Это средство манипуляции. Если я обижен, то обидчик от меня зависит. Я контролирую обидчика, потому что это из-за него. но пока обидчик существует и пока существует обида, я могу ничего не делать. Я могу не делать чего-то со своей жизнью. Я могу не сверстать каких-то действий, которые я боюсь. То есть, обида – это манипуляция. Обида – это чувство вины. Обида – это оперирование чувства вины. Пускай человек даже не знает на то, что вы обижены и так далее. здесь важно, как я и говорил, в конце всего вторичного выгода, здесь важно понять, зачем вам обида. Следующий важный момент. Человек обижается тогда, когда действия обидчика его как-то задевают. обиды. собственно говоря, на самом бытовом уровне, на самом бытовом уровне, можно сказать, что обида – это чувство несправедливости, наличие тех неприятных чувств, неприятных эмоций, неприятных мыслей, неприятных впечатлений, неприятного опыта, который у вас был. то есть, человек что-то сделал, вам это было неприятно. Вы считаете, что то, что произошло, то, как вы это восприняли, а восприняли вы это болезненно, несправедливо. несправедливо. И поскольку это несправедливо, то в несправедливости всегда кто-то виноват. В данном случае виноват, конечно же, тот, кто совершил эти действия. Здесь важно увидеть, как именно заделивать действия в данном случае отца. всем связано то, что оба ваших родителя, мама и папа, жили вместе ради вас. И мама говорила вам, что живёт ради вас с ним. Но обиделись вы почему-то на отца, а не на мать. Из чего следует вывод, что маму вы идеализируете, а вот папу немножко те идеализируете. Это тоже очень важный момент, чтобы вы перестали несколько по-детски воспринимать своих родителей. И всегда же как бы более взрослая обработка, восприятие отца, почему он не любит маму, как бы это на самом деле в какой-то степени более детская, в общем взрослая позиция. Следующий момент это прожитие обиды. Проживание обиды, проживание чувств важный элемент психологической жизни обиды скажем так. Если у вас есть чувство обиды, которое вообще-то говоря связано в какой-то степени с агрессивностью агрессивностью, да, ну потому что человеку важно проявить агрессивность, потому что человеку в какую-то степень важно заявить о себе, показать и показать он как-то ну начин показать что он как-то целен, да, и так далее. очень 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 важно прожить прожить как бы ну те самые чувства которые вот имеют место быть а для чего почему так важно это сделать почему так важно их спрашивать ответ достаточно простой дело в том что у вас имеет место быть в определенной степени степени незавершенность у вас появилось какое-то чувство вот появилось определенное переживание вот вы его это чувство это переживание не выразили своему своему отцу или православной неверности да то есть его по пакту может быть даже никогда не проживали до конца конца как раз таки очень важно чтобы вы просили его до конца это чувство свое которое у вас есть вот собственно когда если чувство своей обиды вы проживете когда если вот это самое ощущение своего недовольства может быть вы сможете выразить тогда вам будет ну будет вероятно легче ну невероятно невероятно а скорее всего будет легче вот а пока что ну вот вам так сложно в какой-то степени именно из-за того что обидеть не выражается не совсем понятно что что за ней скрывает пасыть ну вот именно что скрывается э за вашим числом мобиле вот так 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 что крайне важно прожить это число вот а дальше значит долго разбирала себя отстывая обида осталась мне кажется нам тоже они оба вина ну опять же виноваты в чем он это тут очень важно увидеть а как ситуация которую вы описываете повлияла на вам ну конкретно как эта ситуация вот именно связана с вами как эта ситуация отразилась на вас почему условно говоря вы лишаете своих родителей вот какого-то права какого-то права на то чтобы иметь или не иметь чувства смысла этом направлении имеет смысл по работе мне кажется что в этом направлении имеет смысл с вами И тогда будет более-менее понятно, с чем мы имеем дело, вот, а пока-пока что, это все на уровне догадок, ну, на мой взгляд, по крайней мере, исходя вот из того, что я могу судить. Следующий момент, это то, что вы очень сильно к моим родителям привязаны, не буду скрывать, там достаточно серьезная проблема, то что вы привязаны к своим аудиторам, только так я могу объяснить то, что вы, условно говоря, ищите какого-то разрешения на то, чтобы жить отдельно. То есть, мне кажется весьма любопытным тот факт, что 23 года вы как-то вот сомневаетесь, насколько правильно жить отдельно от родителей. На мой взгляд, это несколько свидетельствует об эмоциональной привязанности вашей к родителям и как результат, как следствие, если угодно, можно сказать, что вы чувствуете себя не защищенный, вы чувствуете себя уязвимый, ну, вот, без, ну, без них, без родителей, я имею в виду, то есть, ну, когда родители с вами рядом нет, то есть вы в них вот слишком сильно не стали, не стали, не стали, вот, ну, то, что называется домашний, домашний ребенок, да, домашняя девочка, вот это все. И соответственно, соответственно, возможно, именно ответственность на это вы и перекладываете на отца и на нас, обвиняя их в том, что они, как бы, ну, не обеспечили вас, эээ, защитой, полно, 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 полноценной. Вот. Это то, на что я могу обратить ваше внимание. Опять же, лично для меня совсем понятен этот момент, что вы живете с ними, и то, что мемор возвращает в квартире бабочка, и что вы не знаете, насколько это правильно. Причем, это не очень понятное. Вот. Ну, радость выживеть с ними, в принципе, хорошо, а может позволить вам, ну, как раз, как раз, такие, видеть им те свои чувства, которые вас здесь, высказать их и тем самым решить свою проблему. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!